Парни, вы знаете что это? Редко, конечно, ты стреляешь на 300 метров на вышке, но чем, черт не шуть, надо быть готовым ко всему. Это радует. Давненько здесь никто не охотился. Всем привет, вы на канале Наши охоты и рыбалки. Меня зовут Михаил. Я нахожусь в Ярославской губернии. Приехал на охоту. Морозчик отличный. Ночью здесь был минус 20, сейчас чуть потеплело, стало минус 12. Это первая моя охота в этом сезоне в такой мороз. Что в планах? В планах попробовать посидеть на вышке, подождать либо оленя, либо кабанчика. Надеюсь у меня все получится. Оставайтесь, по максимуму поснимаю, все покажу. Помчались. Друзья, я не устану напоминать и говорить и умолять вас всех. Первым делом на охоте, что нужно сделать? Нужно проверить инвентарь. Поэтому каждую охоту, если есть возможность, обязательно проверьте, не сбилось ли у вас оборудование, не улетел ли там прицел у вас и так далее. Чем я сейчас и займусь? Это первая охота в сезоне. Надо проверить, не произошла ли беда какая-нибудь с моим карабином. Карабин у меня Браунинг МК-3 Бар, калибре 308 Вин. Друзья, снаряжаю патроны сам, потому что не купить нормальные патроны. Очень нравится мне как работает пуля Хорн ДССТ. Пользуюсь порохом нашим, Ирбис 150. Пытаюсь подобрать нормальную рецептуру под этот патрон. Хочу у вас спросить, кто может стрелять такой пулей и снаряжает патроны. Дайте рецепт нормального боеприпаса, чтобы и скорость была нормальной, и кучность, и все остальное. Буду очень признателен тем, кто пришлет рецепт, который полетит в угловую минуту на 100 метров, грубо говоря, патроне. Я вышлю 6 банок тушенки, которые я сам делаю. Буду рад просто почитать рецептуры, попробовать разные вариации на тему. Может что получится. У меня получается, угловая минута вроде ложится, но скорости не такие высокие. Ладно, я уже от темы ушел. Пристреливаю карабин перед охотой. Ну еще раз убеждаюсь в том, что я все-таки прав. Произвел три выстрела. Первый выстрел был, ну, как его сказать, не в десятку. Стрелял, наверное, на 50 метров, и пуля ушла вверх и влево на 11 часов. Трешлось поправляться. Но это того стоит, друзья. На 300 метров это будет мимо, мимо зверя, если ты будешь стрелять. Редко, конечно, ты стреляешь на 300 метров на вышке. Но чем, черт не шути, надо быть готовым ко всему. Сейчас покажу попадание. Вот, друзья, вот это первая дырочка. Вот она. Первая, видите, насколько. Это вот вторая. И вот я поправился в третью. То есть, грубо говоря, у меня все в домике. Друзья, я готов ехать на охоту. Время еще есть. Попить чайку, обогреться и двигать на вышку. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Увидимся. Добрался на вышку. Обошел вышечку. Всю площадочку подкормочную. Вся побита. Свежие следочки есть. Крови нигде нет. Это радует. Давненько здесь никто не охотился. Ну, следочки есть. Подсыпали зерна. Остается только выжидать желанный трофей. Снарядимся. Ну, как я и говорю, пользуюсь Horn DSST 180 grain. Пуля у меня 308 калибр. В принципе, хватает для любого зверя в нашей полосе. Ну, на мишку я бы, наверное, не пошел. А так, в принципе, закрывает все. Он даже лосика вполне кладет. Ну, что, ждем. Дальше съемки с тепловизора. Ну, ни пуха, ни пера мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Парни, вы знаете, что это? Совершенно верно, друзья. Я произвел выстрел по кабанчику, по поросеночку маленькому гастрономическому. Конечно, он сложился сразу. Сейчас мы подойдем, я покажу свой трофей. Просидел я порядка трех часов. Изрядно подзамерз, конечно. Но это того стоило. По нынешним временам вообще в Подмосковье и в ближайших регионах очень редко найти кабанчика. Это какая-то редкость сейчас. Я очень рад, что вышли кабанчики и у меня все получилось. Ну, что, пойдем посмотрим мой трофейчик. Друзья, ну, вот такой поросенок. Я не знаю, в нем, наверное, килограмм 20 от силы, самое большое. Но это самое вкусное, что возможно положить вообще на противень. Это молоченький поросеночек. Друзья, ну, я очень рад, что у меня все получилось. И это замечательно. Друзья, вот такой кабанчик. Вышел ко мне, я его взял. Это гастрономическое блюдо будет у меня отлично. Я так долго ждал кабанчика. По нынешним временам в районе практически кабанов нет. Их всех потравили или не подевали скот. И это мега редкость сейчас найти кабанчик. Ну, я это сделал, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы увидимся на следующих охотах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok